Любимые господи, братья и сестры, есть в святоотеческом предании такая история, что два очень таких монаха, которые очень любили друг друга, два больших друга, подвязались где-то в пустыне в египетской. И вот один из этих друзей, братьев монахов, сказал, ну не могу уже подвязаться, ну устал, не могу уже, уже наелось, сил моих нету, пойду, значит, гулять по злачным, веселым местам, где развлечения, какое-то веселье душевное, какие-то утешения, тут голодно, жарко, трудно, молиться надо, подвязь совершать, пойду я. А второй брат сказал ему, и друг его, сказал, ну раз ты уходишь, и я за тобой пойду. И вот этот брат, который ушел из пустыни первый, он ходил по всяким злачным местам, пляском, весельем, пьянством и прочим блудилищем и позорищем, веселясь, а второй брат ему ничего не говорил никогда. А что ему можно сказать? Он сам умный, он сам духовный, это духовный человек, монах, он сам все знает. Но второй брат просто ходил за ним, плакал и молился за него. И через некоторое время вот этот бес, который мучил брата, гоняя его по вот этим увеселениям, конечно, оказался слабее, чем ходатайство и молитва его брата, человека, который его любит, его друга. И по его ходатайству Господь возвратил этого брата к покаянию, возвратил этого брата к протрезвению, стрезвению духовному, и оба они вместе возвратились в пустынь, и там окончили жизнь свою в подвизе. Братья и сестры, мы часто, находясь рядом с нашими ближними, а у каждого у нас и сложности, и трудности, и беды, и искушения. Мы что-то там пытаемся воспитывать, назидать, рассказывать. И так все все знают. Все знают, что такое добро, что такое зло, что есть хорошо, что есть плохо. А мы должны тихо плакать и молиться за наших ближних. Ходатайство и смиренно Господу. Это самое сильное действие, самое сильное дело, которое мы обязаны совершать. А мы забиваем о плаче и молитве о наших ближних часто. И мы начинаем что-то им рассказывать, доказывать, заставлять, спорить, уговаривать. Плачем молитва. Молча, тихо, смиренно, без лишних слов. Это окажет самое сильное, самое величайшее действие. И вот наши ближники помощь им окажут. Так вот, братья и сестры, Богородица, Матерь Божия, и все святые, и апостол Холма, и прочие, это те, которые тоже рядом с нами находятся. И когда нам плохо, и когда нам тяжело, когда мы уходим из духовной жизни в загулы какие-то, в развлечения, то они плачут и молятся за нас. Они от нас не отступают, плачут и молятся, идут и ходят за нами, куда бы мы ни пошли. Ходатайство. Поэтому мы должны, братья и сестры, никогда не унывать, никогда не отчаяться. Да, мы грешные, да, мы немощные, да, мы падаем в разные грехи. Да, мы отступаем от Христа, да, нам не хочется молиться, да, мы, как этот брат из пустыни, говорим, ну, не могу я уже подвязаться. Но тяжело мне с утра до вечера натягивать себя, как струна, лопну скоро. И пускаемся в какие-то развлечения, веселения. Но, братья и сестры, Господь, восставляет нам отдых, но все святые Матери Божьей ходатайство плачут за нас и молятся, чтобы мы возвращались в духовную жизнь. Ибо только она делает нас счастливыми, сильными, радостными, наполненными любовью, силами духовными. Только духовная жизнь делает нас таковыми. Только исповеди причастия и молитвы утренней, вечерней, и участие в богослужении на божественной литургии, и вечерней службе, и чтение акафистов и молитв. Вот это делает нас счастливыми. Поэтому помоги нам, Господи, чтобы мы об этом не забывали, что Матерь Божья всегда рядом с нами, и апостолы, и святые. Всегда ходатайство о Матери Божьей, просили ее помощь, и эта помощь всегда явится. Никто не может вспомнить случай о своей жизни, когда Матерь Божья отказала нам в помощи. Кто-то помнит такой случай? Нету такой, не бывает. Если нам нужна помощь, Матерь Божья всегда нас вымолит и заступит. Если только мы плохого себе и ближним не просим.